всем привет сегодня мы попробуем потестировать на двух панелях они уже окрашены просто черной базой два лака вы по инстаграму очень просили показать лак d60 ultra hs ади и у нас есть был скажем так мегалак от леклер 09 639 это такой двоюродный брат двухтысячного лака принципе по своим свойствам они очень похожи по ценовой политике я так понял они тоже очень похожи просто решили выбрать его потому что я не пробовал не тот не тот но спасибо московскому офису леклер александр он говорит попробуйте лучше вот этот ну как-то он по глянцу и по шагрине более интересных получается разведено все уже у нас залито и разведено здесь мегалак здесь адию пипи адию пипи я буду пробовать sagolo 46 00 дюза 1.4 мегалак леклер я буду пробовать карбоне 360 дюза 1.3 1.4 с собой александр к сожалению не было по лаком это полноценный двухслойник к сожалению пиктограмм как обычного леклер на банках мы читаем техничку это двухслойный лак 1 полный 2 полный и ожидаем глянец рисуем шагрин разбавляется все от 5 до 20 процентов разбавителя два к одному ничего такого здесь у ади полиграфия все дела и есть пиктограммы два к одному 0-10 процентов разбавителя по ощущениям я его когда наливал густой добавил разбавителя густой полутора слойный густой лак чё нам рекомендуют 1.3 1.4 миллиметра супер подходит полтора слоя плюс один указано что межслойка 10-15 минут получается что мы навалим пол слоя пол слоя этого лака слой этого лака и дадим им одинаково просохнуть 10 минут элементы не сказать что большие но по крайней мере можно увидеть как лак себе поведет на вертикали будут ли какие-то сдвижения и как мы нарисуем для меня новыми лаками и новыми пистолетами я не вообще ничем из этого еще не работал как мы нарисуем на них шагрин так чё пройдемся по настройкам чё тут сколько надо двойка так прикольно что манометр маханки ставим двоечку и отщелкиваем класс так подачу я подачу люблю на полу раз два три факел факел можно на полную смело до упора все я выкрутил на полную я так люблю это у нас двухслойник поехали на роман Сейчас нанесем второй слой, точнее первый слой туда и пройдем посмотрим на все что у нас получилось. Согола тоже двойка. Башка клер, факел на полную, подача на полную. Тут первый такой припыльный, не полный. Так, начнем. Оттуда, откуда начали. Двухслойничек. Первый слой бодро в глянец, нормально и по шагреньке присутствующие европейские. Но это первый. Лак предсказуемый, видно все что происходит. В принципе, как я его положил, так он остался лежать. Здесь понятно, что никакого глянца не будет. Первые полуслоя, они напыленные. Ну капелька крупненькая. Второй слой такой, по ощущениям его надо именно наливать. 10 минут подождем и посмотрим. Так, проверяем межслойку, если для меня лак новый, в помещении жарко, на отлип одну, на отлип другую. За пальцами ничего не тянется и уже даже следа как такового сухого не остается. Можно наносить. Здесь процедура та же, давление уже у нас выставлено, поэтому больше не возвращаемся к этому. Второй полный. Огонь. Что-то мне не понравилось. Что-то он дотянет. Ну как-то, как-то очень, как будто слой тонкий. А ну, я сейчас давление сбросил до полутора. О, он его как бы рвет прямо, этот лак. А ну еще. Ну, ладно, сейчас. Итого, что получилось. Что... Либо первый слой... Ну, посмотрим сейчас. Либо первый слой не надо было ждать вообще. Оно валит сразу. Хотя в инструкции написано. 10-15. Ну, его тоже надо вдалбливать. Так же, ну, он тянется. Видно, что он тянется. 10 процентов. То есть, разбавлено по инструкции. Он тянется, тянется, да. Подождем. Подождем. Посмотрим, что у нас получилось. На вот этом лаке. Мегалак 09639. Два слоя, все предсказуемо. Обычный, ничем не отличающийся по предсказаниям лак. То есть, что я от него как бы ожидал. И, как сказал Александр, вбиваешь первый, вбиваешь второй и получаешь результат. Шагер а-ля Европа. Прям вообще без всяких стараний. А к пистолетам чуть позже. Тоже есть свое мнение. Здесь же, что мне не сказать не понравилось, а чего я не ожидал. Я не ожидал того, что второй слой надо жирней вваливать. Но он потянулся. То есть, он разложился. Я чуть-чуть накинул еще сверху. Пошел в растяг. Тоже нормальный шагер получился. Но надо чуть приловчиться. То есть, не ожидания подтвердились. Надо просто понять, что от меня хочет этот лачок. По пистолетам, валкам. В руке легкий. Распыл хороший, понятный. По расходу мы их никак не сможем замерить. Потому что очень малые элементы. Факел. Факел приятный, полный и такой мягенький на курок. Этот в руке лежит чуть удобней, чем валкам. Но тут курок чуть-чуть жестче. Факел тоже широкий, полный, хороший. По разбиву материала, мне даже показалось, что я давление на следующем слое уменьшил. На последнем проходе. Мне показалось, что он прям сильно разрывает этот ультра-ХС лак. Но пистолеты мы будем отдельно дотестировать. Это надо придолбиться к какому-то лаку, чтобы понять уже как пистолет себя ведет. Ну, в общем, по итогу, к Леклеру вообще никаких вопросов. То есть бюджетный лак нормуль работает. А, кстати, этот бюджетный получился, D60, тоже бюджетный? Ага. Но чем интересен ультра-ХС в этом случае? Тем, что он должен показать большую скорость в работе. Потому что полслой и слой. Но надо будет его обязательно именно в этом русле попробовать. Полслой и сразу слой. Проверим его в дальнейшем. Проверим на толщиномере, что он как показывает. Но это уже все будем делать в Киеве. Так, но растекся хорошо. Но надо понять его. Его надо понять. К сожалению, мы не сможем посмотреть на эти панели или сможем в дальнейшем? Сможет почему-то. А, они здесь останутся. Ну, ладно. Попробуем тогда эти материалы дома, чтобы мы на них могли смотреть и наблюдать. Ведь самое главное в лаке не то, что даже не то, как он наносится. Как он наносится, мы можем привыкнуть и себя подправить чуть-чуть. А то, как он себя поведет после сушки. Как он сядет, куда он упадет, как он будет полироваться на дальнейшем и так далее. Поэтому не только нанесение и первое впечатление важно в материале, а еще и дальнейшие его характеристики в эксплуатации. Все, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Если есть вопросы, зададем в комментарии. По поводу материала Adi UPP есть только в Украине. Это бренд, сделанный для нашего рынка. Поэтому, россияне, извините. Вы его не попробуйте. А тем, кому он нужен, спрашивайте. Ссылку дам. А, ссылка будет в описании. Не спрашивайте. Ссылка в описании. Не трогайте меня. Всем спасибо. Всем пока.